Подожди, у меня там, в общем-то, на плите кастрюлька? Протухших, жареных макаронах. What? Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас с мамой будет распаковка необычной канцелярии из Дубая. Папа нам закупил разные штучки, канцелярии, брючки. И давайте же начнем их смотреть. Давай, мам, сначала вот это откроем, чтобы нам было где рисовать и пробовать карандаши. Давай. Кстати говоря, это все японская канцелярия. Мам, попробуй открыть. Попробуй открыть? Да. Давай попробуем открыть. Достаем. Так, доставай ручку, а я вот эту. Ух ты. Ручечка такая милая. Прямо она такая милая. Она такая воздушная, она такая милая. Такая вообще классная. Клевая, классная ручка. Так, Милаш, что у тебя, помимо того, что он пушистенький, помимо того, что здесь мягенькая водичка, это просто обычный внутри блокнотик. Кстати говоря, о, прикольно. Смотри, Мила, тут можно указывать. Это может быть погода, а может быть просто твое настроение, да? Сегодня там такое, или вот такое, или тебе холодно вообще. Вот как-то так. В принципе, она нормально пишет, но она очень тонкая. Хорошо, отличная, прекрасная ручка. Мне кажется, она очень тонкая. Мне прям тонкая, мне вообще не удобно. Тонкая ручка. Ладно, поехали дальше. Открывай следующую. Я, как ты знаешь, что открыть, вот эту помаду. Маркер помады написано. Ну давай, открывай. Тебе помочь или ты сама? Ну, с этим вырубай сама. Давай. Так, итого. Это как будто помада. Мы открываем. О, откручиваем. Откручиваем? Ты тоже открутила? Да. Тут должно быть, типа... Фломастере? Вот. Что за ужас тут творится? А как этим пользоваться? Так, ладно, крышечку какую-то я открыла. Внутри маркер. Внутри маркер. Так, хорошо. Как ты им будешь рисовать, если он внутри? Ага. Милан, мы что-то сделали с тобой не то. Мы, короче, просто тупо разобрали этот маркер. Напрочь, хотя на самом деле его разбирать не надо было. Вот с другой совершенно стороны есть печатка, и ты можешь сделать вот такую вот печатку губки. Чмок. Чмоки. Смотри, Милан. Чмоки. А можно зацеловать тебя. А можно просто порисовать им, как фломастером. Я ставлю этому оценку... Из десяти, Милан. Десять. По десятибалльной шкале. Восемь из десяти. Восемь из десяти. Очень неудобная. Она красивая. Цвет яркий, симпатичный, но не очень удобно рисовать. Давайте откроем гейпатскую канцелярию. И это уколы. Боже мой. Фрак. Подожди, подожди. Помимо этого укола я тут где-то еще видела еще один уколчик. Вот, собственно, такое. У них какая-то интересная фантазия в Японии. Им нравятся ручки в виде шприцов. Это немножко даже жутковато. Ребят, посмотрите, у меня вообще тут жидкость. Вообще так себе, да? Так, а это давить надо? А, вот. Это карандаш. Я надавила. Сейчас я нарисую звездочку. Да, это просто карандаш. Знаете, он у нас тоже такой есть. А, и здесь ластик. Пробуем ластик. Кстати, вот эта штука очень прикольная. Мне нравится. Как ватка белый. Знаете, обычные маркеры в виде просто укола. Подожди, подожди. То есть их не надо нажимать, да? Да, девять из девяти. Девять. О, ну, цвет яркий, но рисует не очень. Поэтому я бы поставила пятерочку. Девять из десяти. Поехали дальше. Очень прикольные. Так, следующее. Давайте вот это. Вот это вот. Я бы не делала вот это вот. Что это? Прям вообще. Смотри. Вот это вот меня больше всего интересует. Что это? Точилки. Это точилки в форме уха и губ. Вау. Подожди. Оно вот так надо? Так рисовать? Что это такое? Смотрите, как реально круто. О-о-о-о. Просто так. Это знаете, в школе говорят, нарисуйте радугу или там что-нибудь разноцветное. Опа, нарисовал. А так, честно говоря, я больше вариантов не знаю, как это можно использовать. Вообще прикольно. А как вам мое ушко? Губы себе не порежешь? Хочешь знать, откуда эти шрамы? Не, ну точилка и точилка. Ладно, поехали дальше. Я хочу проверить вот этот лак. Маркер. Шпаркер. А мне безумно хочется попробовать открыть вот эту штуку. Да. Мне кажется, это просто большой маркер. Просто большой маркер. Это просто большое против маленького. Как им рисовать? Такой бегает с одноклассниками. Вау, ребята, ну я ставлю ему десяточку. Посмотрите, он просто нереально яркий, очень красивый. У Милана, кстати, тоже. Но этот прям рисует очень мягко и хорошо. А еще вообще он почти не мягкий. Не очень, да? Не, ну они, конечно, рисуют, но они так противно скрипят, когда рисуют. Я терпеть не могу. Это поезд? Это чух-чух поезд? Мама, мы забыли. Ребята же, наверное, не поставили лайк. Почти половина не поставили на это видео лайк. Ребята, я вам даю три секунды, чтобы поставить лайк на это видео. А мы сейчас топ делаем на распаковку и ждем. Раз, два, три. Поставили? Поставили? Не надо, давайте попробуем. Спасибо. А мы продолжаем дальше. Давай, Милана, распакуем твой поезд. Я хочу еще вот это вот распаковать. Это ручка, Милан. Ну, это понятно. Это понятно. Но вот это что такое? А, это фонарик. Мне кажется, Даня будет в восторге от такой ручки. Она черная. Она черная. Ой, я ножницы сломала. Такие ножницы. О, Милан, ты видела? Оно светится. Оно не просто зеленое, оно мигает, меняется цвет. И, короче, оно еще потом мерцает. И подвозь на мои ножнички. Твои ножнички это одно. Тут вот такие вот необычные ножницы, которые можно поменять. И это тоже очень круто. Кстати, ребята, напишите в комментариях, какие у вас есть необычные предметики. Предмет из канцелярии. Что у вас есть такого необычного? Так, смотрим. Смотрите, есть такие ножнички. Они могут сделать какую-то волну. А есть... А есть другие. Короче, тут несколько насадок. Они абсолютно разные. И не совсем какие-то качественные по мне. Потому что какие-то они в разную сторону ходят. В общем, вот так вот ножницы. Разную сторону ходят. Ладно, поехали дальше. Что я про ножницы? Про ножницы Милана что-то хотела про это рассказать. Расскажи. Ой, да. Вот эта штука очень прикольная на 1 сентября. Знаете, такой... Блин, скоро 1 сентября. Мама такая... Надо готовиться, ребёнок. Мама, а я не хочу в школу. И ты готовишь. Хо, супер-пеналчик. Там есть ручка, карандашики и эластики. Ууу. Давайте это вот откроем. Там есть всё сразу. Есть всё сразу, только открыть это будет сложно тебе вот так. Поэтому я уже спешу на помощь. И открыв вот такого милого, мимимишного котика, потому что... Это не здесь. Да? Может быть, пандочка какая-нибудь. В Японии, мне кажется, это всё мимимишное, оно прям всё оттуда. Открываем. И сейчас с тобой будем... Чик. Кто знает, что это? Пишите в комментариях. Ребят, смотрите, она звенит. Открывается, закрывается. Палочка вылетела. Я её сломала. А, это... Подожди. Стой. Подожди, это стержень для карандаша. Ага, вон чё. Это стержни для карандаша. Здесь хранятся. Очень тонкие. Да, их вот сюда в этот карандашик надо вставлять. Достань карандашик. Вот. Это карандашик. Помните? Здесь стержень. Звёздочку нарисовали, нарисовали. А оно потом так, оп, сломалось. Мы... Тик. А оно же потом кончится, а это запасное. Поняла? Всё просто. А это будет, наверное, моя самая любимая ручка. Посмотри, какая она нереально милая. Милан, посмотри. Привет. Меня зовут розовый пончик. Почему пончик? Фламинго. Розовый хвостик. И тут ручки. Много... Многоцветная ручка. Тут много вариантов. Можно нарисовать, например, фиолетовым. Можно, например, рисовать... Пока мама там открывает, я всё припасею. Может, тебе чем-то помочь? Это нам больше не нужно. Короче говоря, смотри, Милан, она очень классно рисует, и тут реально много цветов. Посмотри. Посмотри, какой фиолетовый офигенский. Какой у меня. Единственное, что тут вот зелёный какой-то подкачал. Ну, он прям зелёный, а цвет тут как будто вот... Я такой ждала. Так. Ок. А как? А, всё. Отлично. Мам, давай я что-то... Чтобы ты щётка... Наклейки вот. Йоу! Это мои пальцы. Не, вот так. Да? Да? Я без понятия, что это такое. Давайте тоже вот это открывать, а я вот это. Это холдер какой-то, да? How to use. Окей, давай посмотрим. Ребят, эта штука пустая внутри, чтобы вы понимали. А знаете, что это? Я знаю, что это. Я знаю, что это, и сейчас я вам покажу. У нас есть мел. Я предполагаю, что это для него, но не факт, что для конкретно этого. Ты засовываешь сюда мел, и он его держит. И ты можешь рисовать и не пачкать руки. Это холдер, то есть то, что держит такой мел. Мама, ты. Вот. Смотри. Нет, нет, нет. Там надо скрач. В смысле, стирать. Ну вот, смотри. Ладно. Посмотри, как ты стираешь. Ну, это не карандашом надо просто стирать, а чем-нибудь, типа, линейки. Не-не-не-не-не-не. Нет. Ладно, вот тебе, пожалуйста. Посиди и книжечку почитай. Безопаснее будет. На японском. Да то японский поучишь. Что там? Что у нас сегодня в меню? У нас сегодня в меню есть суп-рамен, есть спогетти-баллон изи. Что еще? Пицца, пожалуйста. Бургер, пожалуйста. Пицца, сырочек, тофу, мисо-супчик. Кстати, мисо-супчик наш любимый с Миланой. У тебя было одно время? Да, да, да. Помнишь? Ты покупала все мимимишные ручки, которые я как вообще встречала. Прикольный человек свет. И такой прикольный был бы он. Ты такой сидишь в школе с одноклассником, он такой читает, а ты такой... Я? Я ничего вообще нет. Я ничего вообще. Что это, как вы думаете, что за конфеты? Это маркер, что не умеешь читать, на английском написано. Нет, не написано. Не он, маркер, кстати, написано, правда, да? Ну. Не выпендривайся. Ну. Красивые конфетки, очень милые, на мой взгляд, да? Ну, я поняла их. Да? Ну, такое. Вау, смотри, какое он неоновое. Я не удивлюсь, если он в темноте светится. Так. О, прикольно. Так. Смотрите, я нарисовала. В общем, все цвета, работа очень классно. Реально. Вот это, это очень круто. Главное, с конфетами не перепутать. Тут осталось огромное количество разных мимимишных наклеечек. Мимими вообще прям, ребята. Ну, это, ну, это вот просто ми-ми-ми-ми-ми-ми. И вот это тоже. Здесь всякая еда, а вот здесь вот всякие люди. Я, короче... О чем думал папа, когда покупал для тебя вот это? О протухших жареных макаронах. Неожиданный ответ. Подожди, протухших жареных макаронах? Подожди, у меня там, в общем-то, на плите кастрюлька. Ты тут, в общем, продолжай. А я, в общем, побежала. Эй, мама. Мама, стой. Так, а наклейки? Эх, ребят, ну, раз мама побежала, давайте я с вами буду прощаться. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Давайте мы наберем под этим видео 100 тысяч лайков. И мы сделаем вторую часть распаковки японской канцелярии. Всем привет, всем. Пока-пока. А, кстати, и пишите свои комментарии, какая вам канцелярия больше всего понравилась. Мам, я хочу уже кушать, но ведь им макарон только не про туши. Субтитры сделал DimaTorzok